И вот отсюда спасали детей. Вот отсюда с этой стороны балкона. Поставили лестницу. И муж подавал детей. И Туарда их принимал. Спасал. А меня тогда уже полицейские пожарные отсюда спасали. Лестницу подставляли. Там дети. Вот лестница уже потом на 3 этаж. С 9.05 в дежурную часть позвонили. И сказали, что на поселке Микроевного Уголя происходит пожар. По улице Комсомольская. 14. Квартира 8. Мы быстренько собрались. Оперативная группа Илья Фролов и Сергей. И выдвинули сюда место пожара. По прибытию стояла одна пожарная машина. На расчет и разбивали окна, где происходит на коем этаже пожар. Мы подошли к подъезду. Хотели зайти в подъезд. Но так как открыли двери, там было сильное задымление. В подъезд зайти было невозможно. Некоторых групп пожарных одевали маски. Кислородный баллон. А девушка со второго этажа кричала, типа, помогите, я не могу выйти. Потому что задымление сильно спасите. Ну, мы взяли, подошли к пожарному. Говорим, достаньте лестницу и так далее. Нам помог пожарный снять лестницу с пожарной машины. Раздвинули. Илья Фролов держал лестницу пожарную. Я залазил по лестнице на второй этаже. Хотел спустить девушку со второго этажа на землю. Она перелезла, я ее держал одной рукой. Она спустилась, потом я спустился. И только когда я спустился, побежала женщина и сказала, что у ней напротив, в квартире, находятся несовершеннолетние дети, мои внуки и дочка ее. И они задыхаются от дыма. Я говорю, пойдем туда. Взяли лестницу быстренько. Подвели ее туда. Она была короткой. Ее раздвинули, насколько могли. До третьего этажа до балкона. Прослонили к стенке. Я быстренько залез, скинул верхнюю одежду и полез на верх. Мне потом мама передала ребеночка, трехгодовалого. Я потихоньку спустился, держа его в левую руку, на правую придерживаю ступеньку и спустился вниз. Отдал Сергею. Сергей его принял. И полез за вторым ребенком обратно наверх на третий этаж по ступенькам. Поднялся наверх. Мне отдали маленькую полгодовалого мальчика в одном кабинезончике. Я его взял и аккуратненько спустился вниз. И все. Меня зовут Светлана. Я жительница квартиры, где был в доме, где был пожар. Ой, даже страшно вспоминать. Был слышен небольшой хлопок. Потом поднялся дым. Я закричала мужу. Он начал обыскивать сначала квартиру. Потом открыл дверь. Оттуда дым повалился. Закрыл на зале с маленькими детьми. Одному полгода, другой девочке три. Она залезла под одеяло. Ну вот мы ждали. Думали потушиться пожар. Потом смотрим, огонь сильнее начал. Потом приехали пожарные. Начали тушить. А нам уже воздуха не хватало. Дышать тяжело. Особенно маленький. И вообще задыхался. Нас спасли. Вытащили нас на балкон. Поставили лестницу. Вот. Эдуард вытащил моих детей. Маленького. Особенно он тяжелый. Не знаю, как он с ним справился. Спасибо вам большое. Мне что-то было. Огромное спасибо. Потому что если бы не спасли, я не знаю, что было бы. У нас хоть и не было огня большого, но дым был сильный. У Ларри было много. А то, что вы говорили, что очень страшно. Очень страшно было. Дыма много. Мы вот сейчас убираемся, и все равно все запахи в горе. Я не знаю, откуда он-то только. Что у них там горело. Невозможно. Очень страшно. Спасибо. Спасибо.